МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвердил паспорта нескольких приоритетных направлений развития страны. Окончательно оформлены планы в части безопасных и качественных дорог, повышение качества жилищно-коммунальных услуг и формирование комфортной городской среды, а также поддержки малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы. Мария Владимирова узнала, как Ненинский округ будет двигаться в реализации поставленных правительством задач. Безопасные и качественные дороги страны – один из приоритетных проектов, утвержденных Президиумом Совета по стратегическому планированию. Как отметил Дмитрий Медведев, без развития дорожной сети, строительства новых и ремонта существующих трасс сложно говорить об экономическом развитии регионов и всей страны. Поэтому нормальные дороги – это не просто набор инженерно-технических сооружений. Это путь к более высокому качеству экономики, новым рабочим местам, развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов. В правительстве понимают, что быстро дорожную проблему не решить, поэтому приоритетный проект будет реализовываться с ноября текущего по март 2026 года. Витком в экономическом развитии Ненинского округа станет дорога на Ринмар-Усинск. Строительство трассы ведется на условиях софинансирования из федерального бюджета. Федерация не просто так же выделяет нам финансирование, она прекрасно понимает, что округ должен быть полноценным округом, а не находиться в какой-то автономии, по-другому не назовем. Если в прошлом году федерация уделяла 50 на 50, то в этом году уже финансирование 90 на 10, как показатель. Надеемся, в следующий год мы выйдем с такими же показателями. А когда появится эта дорога, жизнь однозначно изменится в округе. Изменится, начиная от каких-то бытовых вопросов и заканчивая масштабными проектами. В текущем году округ привлек 479 миллионов рублей из средств федерального бюджета на строительство четвертого участка автодороги. При этом в окружном бюджете на 2016 год для строительства трассы предусмотрено более 44,5 миллионов рублей. К строительству четвертого участка на Ринмар-Дорлимстрой приступил в конце декабря прошлого года. Речь идет о 15-километровом участке трассы со стороны Республики Коми с мостом через реку Харьяка длиной 99 метров, который должен быть введен не позднее конца октября 2017 года. Стоимость контракта составила 1,5 миллиарда рублей. Ключевой целью еще одного приоритетного проекта по обеспечению качества жилищно-коммунальных услуг выбрали снижение на 30% аварийности на объектах тепла и водоснабжения, водоотведения. На это приоритетное направление определили срок вплоть до февраля 2021 года. Долгое время состояние ЖКХ люди называют проблемой номер один. В последнее время ситуация несколько меняется, но эти изменения требуются, чтобы их закрепили. В рамках этих проектов мы создаем новые инструменты привлечения частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, донастраиваем систему регулирования отрасли таким образом, чтобы повысить ее инвестиционную привлекательность. Благоустроенные парки, велодорожки, освещенные улицы, пешеходные зоны – все это должно быть в любом городе. Только в этом случае людям будет нравиться жить в конкретном месте и работать. Именно такой подход заложен в приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Муниципалитеты обяжут принять пятилетние комплексные программы по благоустройству своих территорий. У Наринмара на сегодняшний день появился план развития территории «Правда» до 2030 года. Временные рамки у нас определяет генеральный план. У нас есть объекты, которые идут на первоочередные, и есть объекты, которые на расчетный срок. Расчетный срок у генерального плана примерно 20 лет. 25 лет сейчас. Мы в эти рамки пытаемся уложиться. Все зависит, конечно, то есть есть объекты регионального значения, которые строятся за бюджетные средства. Округа есть местного значения, которые за местные бюджеты строятся. Но в основном это все касается, конечно, частных застройщиков, которые строят свой счет. В проекте, кроме строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории от озеленения улиц и территории общего пользования до обустройства буферных зон, зеленых насаждений вдоль автодорог. Как отметил Дмитрий Медведев, все программы по благоустройству должны учитывать позицию жителей. Без их участия проект просто не состоится. Согласно паспорту приоритетного проекта «Малый бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, на его воплощение в жизнь отводится чуть больше двух лет. Все цели должны быть достигнуты к марту 2019 года. Дмитрий Медведев назвал несколько первостепенных шагов, которые нужно принять для развития малого бизнеса. Во-первых, снижать особенно на начальном этапе ведения бизнеса административно-регуляторную нагрузку. Во-вторых, необходимо расширять доступ малых предприятий к закупкам государственных компаний и инфраструктурных монополий. И необходимо расширять кредитно-гарантийную поддержку и создавать сеть региональных лизинговых компаний, которые будут реализовывать льготные программы лизинга оборудования. В нашем регионе уделяется очень большое внимание со стороны органов государственной власти, непосредственно нашего губернатора, именно вопросам развития малосреднего предпринимательства. И буквально в октябре губернатором Игорем Викторовичем было поддержано и одобрено решение о создании центра развития бизнеса. И принцип одного окна мы реализуем как раз в этом помещении, где у нас сосредоточен бизнес-инкубатор, где у нас сосредоточен фонд поддержки предпринимательства, микрофинансирование, гарантирование и низкая лизинговая компания. То есть мы, в свою очередь, уже постарались реализовать те основные направления, которые указаны в проекте стратегического развития федерального уровня. Приоритетные проекты рассчитаны на длительные сроки, до 10 лет, но при их разработке правительство исходит из того, что ощутимые результаты надо получить уже через полтора-два года. До конца этого года планируется утвердить паспорта приоритетных проектов по развитию экспорта моногородов, реформы контрольно-надзорной деятельности и экологии. В Наринмаре состоялись публичные слушания по проекту бюджета на 2017-2019 годы. Слушания прошли в обстановке максимальной открытости. Жители региона проявили неподдельный интерес к формированию главного финансового документа Ненинского округа. Актовый зал администрации, где проходило мероприятие, был полон. Те, кто не смог присутствовать, имели возможность следить за ходом обсуждений в режиме реального времени на нашем телеканале. Бюджет будущего года будет исполняться с дефицитом чуть более чем 800 миллионов рублей. Доходы округа составят немногим более 12,5 миллиардов рублей, а расходы порядка 12 миллиардов 800 миллионов рублей. В последующие 2018 и 2019 годы прогнозируется нулевой дефицит и профицит регионального бюджета. Верхний предел государственного внутреннего долга Ненинского автономного округа на все периоды составит 4 миллиарда 100 миллионов рублей. На 2017 год планируется погашение кредита в размере 3 миллиарда 300 рублей и получение кредитных организаций в размере 4 миллиарда 100 миллионов рублей. На 2018 и 2019 года планируется погашение кредитов в размере 4 миллиарда 100 и получение в том же размере. На обслуживание государственного долга в 2017 году потребуется 581,3 миллиона рублей. Татьяна Лагвиненко напомнила, что неопределенности, высокая волатильность курса доллара и цены на нефть приводят к снижению доходной части окружного бюджета. Она, как известно, формируется в основном за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. Наиболее крупным и стабильным является налог на имущество организации. Он полностью зачисляется в региональный бюджет и в 2017 году составит более 5,5 миллиардов рублей. По следующему виду налога, имеющего существенную долю в доходах, это налог на прибыль организаций, имеется отрицательный тренд по уменьшению. Налог на прибыль организаций в окружной бюджет прогнозируется на 2017 год в общей сумме более полутора миллиардов рублей. По налогу на доходы физических лиц ситуация более благоприятная. Это стабильно собираемый налог. Прогноз налога на доходы физических лиц в окружной бюджет составил на 2017 год в сумме 1,363,000,000 рублей. Впервые за последние несколько лет произошло столиевское снижение доходов по проекту «Хорегинское месторождение». Динамика поступлений с 2012 года отражена на слайде. Пиковые доходы пришлись на 2014-2015 годы. В 2016 году доходы снижаются более чем на 60%, что не могло не отразиться на бюджете округа. На сегодня речь идет об ожидаемом поступлении всего 2,393,8 миллиона рублей. В соответствии с сегодняшними реалиями доходной части необходимо проводить секвестр расходной части бюджета, отметила в своем докладе Татьяна Лагвиненко, чем сейчас и занимаются основные распредители бюджетных средств. Расходы окружного бюджета на 2017 год распределяются по разделам бюджетной классификации следующим образом. С максимальной долей 26%, как и было ранее, остаются расходы на образование. Общая сумма расходов в 2017 году составит более 3,3 млрд рублей. Чуть меньшую долю занимают расходы на социальную политику – 18,6%, в размере 2,394 млрд рублей. Расходы на национальную экономику занимают долю 15,4% и составляют порядка 2 млрд. Расходы на здравоохранение занимают долю 9,7%, с суммой 1,244 млрд. Чуть меньше доля жилищно-коммунального хозяйства – 9,6%. В суммовом выражении составляет 1,236 млрд. рублей. На фоне остальных субъектов Российской Федерации у нас ситуация более благополучная. Мы на втором месте по индексу бюджетных расходов и на девятом месте по индексу бюджетной обеспеченности. Приоритеты Министерства финансов помогают тем регионам, у которых индекс бюджетной обеспеченности значительно ниже единицы. Мы пока превышаем эту планку. После представленного проекта бюджета на трехлетний период все желающие смогли задать свои вопросы, замечания и предложения. Из наиболее острых и актуальных – система питания в школах и занятия детей в кружках и секциях. В частности, было предложено снизить стоимость питания в школах и таким образом снять с родителей необходимость частичной оплаты. Напомню, сегодня питание в школе на одного ребенка стоит 97 рублей в день в городских школах и 107 в сельских. Снизить стоимость этого питания мы не можем. То есть существуют нормы СанПИНа, где четко определено 10-дневное меню, и, исходя из этого, сформирована именно эта стоимость. То есть снижение недопустимо. Бесплатно будут питаться дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, студенты профессиональных образовательных организаций, обучающиеся по очной форме и проживающие в общежитиях. Обучающиеся и проживающие в школах-интернатах. Каким образом будет налажено питание остальных детей, пока не решено. Идет активное обсуждение двух позиций. Первая – софинансирование 50 на 50%. Это, по словам Лины Гущиной, позволит оценить востребованность этой услуги. Ведь ни для кого не секрет, что многие дети не едят школьные обеды. Вторая позиция – образовательное учреждение предоставит на выбор различные позиции меню. Что взять на обед, каждый ребенок решит самостоятельно и, соответственно, оплатит в 100% объеме. Впрочем, пока законопроект проходит стадию активного обсуждения. Кроме того, волнуют жители округа и занятия детей в кружках и секциях. Потому что родители переживают, смогут ли они это осилить, ввиду того, что слухи ходят разные, а конкретной суммы еще нет. Пока только был опрос, лично по себе могу судить, в спортивном учреждении сумма от 800 до 1000 за секцию. Но если ребенок посещает 5 секций, в том числе, предположим, художественную школу, у нас очень высокая занятость детей в этом плане. Что здорово, потому что если вы сейчас вводите оплату, вы представляете, сколько сейчас детей окажется просто неуделом. Бесплатные категории – это те дети из социально незащищенных слоев и также проявившиеся выдающиеся способности. То есть в порядке приема сейчас четко отрабатываются учреждениями, кого они включают. То, что я и на встрече озвучила с губернатором, то есть по музыкальным школам, это дети как раз предпрофильное обучение, как раз то, что самое дорогое у нас для бюджета. То есть эти дети будут учиться бесплатно. Далее, на условиях софинансирования 20 на 80, то есть 20% от стоимости услуги для бюджета будут платить родители, 80% будет возмещаться из бюджета. Эти суммы действительно варьируются, но мы определяем нормативно стоимость по направлениям. Суммы варьируются от 400 рублей до 2,5 тысяч. То есть понятно, что где-то даже секции внутри, они стоят по-разному. Поэтому, если вам давали, то секция тоже, ее комплектование может быть различное. Поэтому стоимость внутри учреждения может быть различна. То есть возмещение, но четко по этим стоимости, которые я озвучила, выше платить не имеют права. Иначе учреждения просто-напросто на эту услугу субсидию не получат. То есть эти условия жестко будут контролироваться. После тщательного изучения проекта бюджета жители округа задавали вопросы и по суммам, которые были им непонятны. Например, в бюджете запланирована сумма в размере более 500 миллионов рублей на субсидию по ЖКХ. Что это за субсидия и из чего она складывается? Так прозвучал один из вопросов. Специалисты пояснили, эти средства направляют на покрытие разницы между тарифами и реальной стоимостью коммунальной услуги. Житель платит не полную стоимость коммунальной услуги, а частично. То есть если говорить о городе-поселке Искатели, то жители оплачивают порядка 85% стоимости коммунальных услуг. На селе житель платит 15%. Если это переводить на среднюю статистическую семью из трех человек, то в среднем стоимость субсидии, данной на семью в городе-поселке Искатели, около 16 тысяч рублей в год. По селу это 186 тысяч рублей. Жители Индиги волнуют судьба школы долгостроя в поселке. Объект должны были сдать в марте 14-го и затянули. По словам Михаила Фомина, сегодня долгострой вызывает большие вопросы. Подрядчик допустил большие отступления от проекта. Сейчас департамент настаивает на проведении экспертизы. Мы настаиваем на проведении экспертизы по тем отступлениям, которые были приняты в проекте. После этого нам будет проще разговаривать и с подрядчиком, который предъявляет дополнительные работы на очень большую сумму. В ближайшее время в Индигу отправятся специалисты профильного департамента. По итогам публичных слушаний сформированы рекомендации по проекту окружного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Повышать качество медицины с помощью современных технологий. Такой целью задаются все страны мира, в которых идет активное внедрение телемедицины. В Индии, например, жители горных поселений могут общаться с врачом и передавать данные по мобильной связи. В Северной Норвегии готовится нормативная база, которая защищает персональные данные пациента в электронных медицинских карточках. Для России и Нининского округа, в частности, телемедицина тоже не новое явление. За более чем 10 лет работы в этом направлении в округе открыты 17 телемедицинских кабинетов. Какие вопросы решает телемедицина и что Нининский округ может перенять у передовиков в этой области, об этом шла речь на международной конференции «Арктическая телемедицина». Международный опыт как один из главных двигателей развития телемедицины. Вторая научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина» объединила всех, кто заинтересован в использовании современных технологий на благо здоровья. В числе участников представители как российских регионов, так и зарубежных организаций. Я вижу хорошие перспективы сотрудничества между Нининским округом и нашим университетом, потому что у нас хороший уровень компетенции в том, что касается хирургии и эндоскопических процедур с помощью телемедицины. В Индии телемедицина начала внедряться более 20 лет назад. Сегодня медицинские организации уже подводят первые положительные итоги. Растущий охват населения телемедицинскими услугами, оснащенность организацией современным оборудованием. Теперь даже в отдаленных горных поселениях есть возможность получить консультацию специалиста из столичной здравницы. Но затруднения все же остаются. Например, в части правового обеспечения. Необходимо разработать современные способы защиты и передачи персональных данных пациента. В этом преуспели коллеги из Северной Норвегии. Специалисты университетского госпиталя в городе Трёмсё не первый год работают над законодательным сопровождением телемедицины. Прежде всего надо иметь стратегию, как в этом плане работать дальше. Надо постоянно находиться в диалоге с властями. Надо действовать даже при внедрении каких-то новых методов в рамках действующего законодательства. Надо делать первый шаг, затем следующий, сразу всё не осилить. Осилить большой объём предстоящей работы можно. Формат международной конференции – уникальная возможность делиться опытом. Самое важное в этой конференции, что мы можем обменяться знаниями и определённым опытом, поучиться друг у друга очень многому. Ненецкий округ для нас – это очень интересная территория в плане сотрудничества, потому что плотность населения здесь низкая, огромные территории, огромные расстояния. То есть присутствуют все эти вызовы, которые телемедицина должна решать. И мы посмотрим, как это будет дальше двигаться в Ненецком округе. Для нас это будет очень интересно. Ненецкий округ уже нельзя назвать новичком в мире телемедицинских технологий. С 2000 года были открыты 15 телемедицинских кабинетов в отдалённых поселениях округа. Специалисты окружной больницы регулярно общаются с сельскими учреждениями. И если в 2010 году онлайн-консультаций было чуть более 300, в 2016 – уже более полутора тысяч. Кроме того, в регионе разработано специальное положение, где прописаны организационно-экономические и технические аспекты телемедицины. Все достижения – результат участия округа в проекте Баренцева секретариата и Минздрава Норвегии. В планах региональной медицины расширить сеть телекабинетов. Для этого Ненецкий округ подал заявку на получение гранта в российско-норвежском проекте «Инновационные подходы и технологии для улучшения качества жизни на Крайнем Севере». Баренцева программа по здравоохранению предполагает, что мы, норвежская сторона, мы представители университетской больницы, то есть мы государственное учреждение, мы должны свой рабочий вклад внести. Это наше рабочее время, организации тех же семинаров, стажировок, обучения и так далее. Это мы должны. И, естественно, Ненецкий округ тоже должен нести свою лепту в основном в виде рабочих часов. То есть вклад наш и Ненецкий, собственно, будет в виде рабочего времени, а все остальное, внешнее финансирование, покроет Баренцеву программу по здравоохранению Минздрава Норвегии. Финансирование должно начаться уже в январе 2017 года. Проект предполагает обучение и стажировку врачей из отдаленных населенных пунктов. Кроме того, они получат диагностическое оборудование для оценки критических состояний организма. В первую очередь, это электрокардиографы и устройства для оценки сахара в крови для диабетиков. По словам менеджера проекта, на 2017 год одобрено финансирование примерно в 600 тысяч норвежский крон. Это эквивалент на 4,5 миллионам рублей. Проект рассчитан на 2017 и 2019 годы. При этом каждый год будет финансироваться отдельно. Есть и предварительная договоренность о сотрудничестве с коллегами из Индии. Мы встречались с гостем из Индии. Планировали заключение соглашения между клиникой Индии и нашей Нейнской окружной больницей. Рассматривали такую возможность. Сейчас мы ждем от них информацию, будем ее изучать, рассматривать. Поэтому у нас есть и реальные результаты. Передовой опыт российских и зарубежных регионов лишь подтверждает, совместными усилиями можно поднять качество и доступность медицинских услуг. И Ненецкий округ продолжит работать в этом направлении. На этом все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин